Аллоха, если вы такой же любитель больших мягких игрушек, как и я, наверняка вам хоть раз, но приходила такая мысль. Блин, а вот почему нельзя из вот такой вот просто нереально крупногабаритной игрушки, но которая полностью заполнена наполнителем синтетическим, то есть холофайдером или чем-нибудь другим, а почему нельзя делать точно такие же игрушки, но надувные, то есть оболочка точно такая же мягкая, или, например, есть надувная капсула внутри, а между этой капсулой и тем, что снаружи, есть ну хотя бы вот такой вот слой вот этого самого холофайдера, просто равномерно как-то распределенный, то есть игрушка как бы все равно мягкая, но при этом более удобная в том плане, что если ты любитель таких игрушек, и я это специально говорю во множественном числе, то рано или поздно получается вот примерно вот такая ситуация, когда ты хочешь еще, а излишки либо не покупают так быстро, как хотелось бы, либо и вовсе не хочется с ними расставаться и продавать их дальше, но приходится. Если бы я этого не делал, вот эта комната, наверное, вообще вся была бы забита игрушками, как у Плюшкина, только игрушками и чистыми, а не в перемешку с бытовым мусором, объедками и тараканами. Хы. Я не раз об этом задумывался, и как оказалось, я-то только задумывался, а кто-то ведь это и реализовывает. Во-первых, стоит вспомнить такие штуки, как прыгуны, так называемые, то есть это резиновые игрушки в виде животного для самых маленьких, ну так называемые аналоги мечей с рогами, на которых можно просто скакать по комнатам, по квартире, по дому, по любым неострым поверхностям. То есть они бывают просто резиновые, а бывают в чехле, вот в таком плюшевом чехле. Но цель у них именно, чтобы на них прыгали, и они маленькие. Но в какой-то момент я наткнулся на какого-то продавца надувных всяких штук, и в завершенных объявлениях видел такого рода объявления. На фотографиях, казалось бы, обычный огромный, но только огромный плюшевый медведь, а написано, что это надувной медведь. То есть снаружи он точно такой же, но воздушный. То есть кто-то реально это делает. Так что если вы об этом не задумывались, теперь живите с этой мыслью. А вообще, я вас подводил вот этим всем вот рассказом всего лишь к тому, чтобы показать мою очередную странную покупку. И подводил не просто так. Это как раз-таки напрямую связано с тем, что хочется большую зверюгу, но не единственную, а хочется, чтобы их было много. А хранить-то их где? У меня нету целого... Нет, у меня, конечно, есть гараж, но каждый день бегать от дома до гаража, и причем бегать, а не ездить, плюс там условия как бы нормальные, но все равно... Не знаю, как-то жалко там хранить, даже при нормальных условиях. А с надувными штуками все просто. Надо надул, не надо сдул, аккуратно сложил, максимально правильно так, чтобы оно максимально мало места занимало, и убрал себе в коробку. Короче, вот такой вот зверь сегодня в видео. Слышите звуки? Это ругань на птиц, которые еще не успели улететь. Охотница. В общем, вот такую вот штуку я приобрел. Причем, тут даже, почему видео еще снимается, в принципе, есть даже интересная предыстория, про которую будет кому-нибудь, возможно, даже прикольно узнать. Казалось бы, вообще кто это? Это динозавр. Я думаю, нетрудно догадаться, что от драконов до динозавров и наоборот, как бы один шаг. К сожалению, как оказалось, от мягких игрушек до надувных тоже один шаг. В общем, в который расскажу. Нравятся мне вот такие вот животные, надувные, которые выполнены именно в виде животного, не в виде матраса с лапками и головой и хвостом, а вот именно с нормальным туловищем. Но тут есть обратная сторона, которая меня совершенно не волнует. На конкретно вот такой вот штуковине невозможно плавать нормально, невозможно даже удержаться на воде и не грохнуться, даже если ты маленький ребенок. я как-то натыкался на отзыв про такого динозавра и там как раз-таки про это все написано и я даже до отзыва, вот когда у меня уже зеленый дракон, тот самый, про который есть видео, был, я уже глядя на его размеры понял, что это очень красивая штука, свои любители на них есть, но свою прямую обязанность это быть плотом для ребенка выполняют они не очень. То ли дело вот эти вот единороги, фламинго, вот, кстати, цвет точь-в-точь фламинго, ну, вернее, не цвет, а сама пленка такая, видать, виниловая вот эта. Вот эти вот единороги, фламинго, лебеди, драконы, которые в виде круглого матраса сделаны, либо овального с головой, шеей, хвостом и крыльями, вот, они устойчивые и прекрасные, ну, и крокодилы хорошие. А тут, получается, если посмотреть на нижнюю сторону, ну, посмотрите, какой он тощий, и лапки вот такие маленькие. Но прикол даже не в этом. Основной прикол в том, что то, что я показываю в данном видео, должно выглядеть вот так и иметь вот такую вот расцветку. И это не что иное, как динозавр надувной Intex с вот таким вот номером. но я еще кое-что не сказал. Данная модель выпускалась примерно в 2009-10 годах. С момента создания вот этого вот неустойчивого, но красивого шедевра прошло 14 лет. Что ты такое? Почему ты розовый или розовая? Потому что вот эти штуки они почему-то как телефоны, как телевизоры выходят какая-то модель, пару лет продается и либо оказывается проблемной, либо по еще каким-то причинам они снимаются с производства. Хотя казалось бы те же самые косатки, дельфины, крокодилы практически без каких-то либо изменений, без изменений формы тела, но с минимальными внешними изменениями они продолжают продаваться и выпускаться. Вот, например, та самая черная косатка с голубыми глазами оказывается делается и продается до сих пор аж с 90-х годов. менялась практически только упаковка. А вот эти всякие рептилии динозавры, драконы, геккон еще у них был, которого я тоже хочу заиметь и все никак не получается. Они как-то как появились так быстро и пропали. Причем драконы ведь разные были. Если поискать фотографии, то там всякие разные есть, причем в том числе похожие на него, то есть такое же туловище, только крылышки есть, и другой окрас, другие глаза, тогда должен появиться вопрос, а что это и откуда? А это, друзья мои, это подделка, между прочим, то есть вот оригинальная надувашка от Интекс, а вот это надувашка с Алиэкспресса. в точно таком же размере, с точно таким же рисунком, глазками, полосками и всем остальным, но в другом цвете. Я выбрал розово-зеленый вариант, также имеются варианты зеленое тело, черные полоски, по-моему, это самое логичное для динозавра исполнение, но я выбрал розовую, потому что у меня нет розовых надувашек, да и цвет мне этот, вот именно вот такой вот, какой-то яркий, нежно-яркий, розовый, как у фламинго, мне он что-то даже нравится, поэтому решил выбрать такую, потому что зеленый у меня уже средневековый дракончик есть с где-то дырочкой в каком-то месте, типа нафига два зеленых, пусть лучше будет зеленый и розовый, а еще есть очень странный окрас, вот такого же цвета полоски, то есть спина, а само тело черное, black эдишн, так сказать, вы можете совершенно спокойно нагуглить вот эту фотографию, если кто-то сейчас будет просить ссылку, давайте-ка, ребят, пожалуйста, не ленитесь, берете вот эту фотографию, либо делайте скриншот моего видео, вот, пожалуйста, заходите на Алиэкспресс, неважно приложение либо сайт, там есть поиск по фотографии, вставляете туда фотографию и вам все находится, причем оно даже вам покажет больше вариантов, чем если вы будете вбивать текстом, там типа динозавр пул или инфлотэбл динозавр пул или что-нибудь такое, сколько же эта штука стоила? я в обзоре зеленого дракона говорил, что такие надувные животные любят фури и китайцы это поняли и стали продавать их дорого, особенно тех, которые большие, то есть не совсем детские, у которых скажем так двойное назначение, вот эта штука в общем-то для одного, для плавания она детская, но ничто не мешает вот как сейчас просто поставить ее на второй половинке кровати или оседлать ее или пообниматься с ней или что-нибудь еще, кстати, использовать как подушку посмотрите, он в принципе-то по размеру-то такой с виду кажется, что большой, а по факту на него вполне можно облокотиться и это вполне себе удобно, спать, конечно, на нем не получится, шея скажет вам спасибо в кавычках, но чисто облокотиться там короткое время полежать, посидеть очень даже, в общем, та же история, что с тем зеленым драконом, что с единорогом, который был показан в шортсе, но единорог из-за того, что у него еще матрас снизу, он выше, а так по размеру он такой же, кстати, если кто-то хочет обзор того единорога, правда, не знаю, что там обозревать, если кто-то хочет обзор того единорога, но подольше не в виде шортса, напишите, делать его или не делать, просто я не вижу смысла его делать, я и про эту-то игрушку не знал, что говорить, но вот уже на 15 минут наговорил, а показывать-то по сути-то и нечего. Так, если поговорить о именно характеристиках, размер вот от морды до хвоста, тут, наверное, сантиметров в 138-140, по-моему, такое заявляется, причем, я обращаю внимание, судя по всему, все замеры снимаются на сдутых игрушках, потому что, если, например, брать мячи надувные, пляжные, что, сколько они заявлены, что написано, и сколько они в реале, то тот размер, который написан, получается только на сдутых. Далее, на оригинальной интексовской игрушке заявлялось, вроде бы, как обычно максимальный вес 40 килограмм, тем не менее, на вот этой китайской подделке вчера и сегодня сидело 65 килограмм, и, как видите, он пока еще целый, но я на ней просто сидел, не прыгал, не качался, ничего такого противозаконного не делал. Толщина пленки вообще без понятия, цвет пленки розовый, а все остальное просто намалевано, скажем так, сверху, особенно это видно на просвет. Вот так, например. Далее, здесь сделано, как у того зеленого дракона, с мордой интересная особенность. Смотрите, шея тощая, голова в общем-то тоже, но для того, чтобы мордаху сделать пошире, сделан дополнительный шов, и вот здесь вообще идет перекресток швов, возможно, это слабое место, если их, например, перегружать по давлению или по весу, и смотрите, вот у него нарисована улыбка, но сам шов идет вот так, в принципе, довольно-таки рядом, во, и на удивление все даже для китайской подделки сделано вполне себе цивильно, потому что тут и оригинальные так-то эти штуковины не особо-то отличались качеством и аккуратностью, все вот эти вот складочки при надутье, это всегда было для них нормальным и так далее. Далее, из отличий на оригинале, вот в этом месте, потому что здесь довольно-таки крутой изгиб, идет утолщение шва, на этом этого нет. При этом, вот этот весь шов вот здесь, и вот здесь вот, по-видимой его части абсолютно нормальный и красивый. Но снизу, погодите насчет снизу, вот это что такое? Это его так передавили, что он сложенный, лежал очень плотненько, или что? Или это брак? Или это уже у меня случилось? Что за вспучивание такое краски? Я, кстати, его, ладно, к шву сейчас вернусь, еще, кстати, еще приятно, что он глянцевый, единорог, матовый, зеленый дракон глянцевый, и вот этот тоже глянцевый, и посмотрите, он как-то покрашен плохо, на самом-то деле, видите? Тут так, тут вот так, заклеен-то вроде хорошо, по крайней мере, пока что, я так думаю, покрашен плохо, такс, ну, вот как он сверху покрашен, такой снизу у него и шов, возвращаюсь к шву, и смотрите, какая красота снизу, сверху, напоминаю, все прекрасно, а снизу вот так вот неаккуратно все подрезано, вот тут вот, излишки, вот здесь вот хорошо, здесь все хорошо, 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 здесь опять идут недорезанные ошметки, короче, плохо зачищены снизу, вот так вот, ну, вот дальше вот этого места, вот все, что в видимой части, все хорошо, вот нормально, а вот идет недорезанное, на лапах тоже чуть-чуть есть излишки, причем на всех, и еще на оригинальной игрушке вот в этих местах все исписано предупреждающими надписями на всех языках, здесь элегантно и аккуратно сделано вот так, на двух языках и коротко, для безопасности это минус, но для эстетики это плюс, хотя какая может быть эстетика, если он плохо покрашен, по-моему, даже клапан в том же месте, где должно быть на желтеньком, причем он трехкамерный, основная камера, само тело, задние ноги и две дополнительные, это передние лапы, левая, правая, раздельные, как на дельфинах, косатках и драконах, в общем, вот такой вот пиздюк, а, кстати, самое-то главное, смотрите, глаза у него тоже намалеваны поверх розовой пленки, это прям видно даже, и во всех трех расцветках именно вот на копии, не на желтом, на желтом глаза голубые, с голубой радужкой, а здесь как будто бы самому надо их дорисовывать, зато, в принципе, можно выбрать любой цвет, напишите в комментариях, какого цвета глаза ему сделать, если я буду это делать, конечно, просто у меня есть только красный маркер и синий, причем не голубой, а синий, и, наверное, все-таки лучше тогда просто вообще не делать, так, как есть, оставить, ну и вот такие вот бесячие ручки, которые в моем случае абсолютно не нужны, и хотелось бы их удалить, причем удалить без повреждений и бесследно, но как это сделать, напишите. Я все-таки это делать, наверное, не буду, но без ручек он бы реально был еще лучше. Я это делать не буду, но вы напишите все равно, а вдруг это проще, чем кажется, и я все-таки попробую, хотя попробовать надо на чем-то порванном или убитом, но не на целый. Просто существуют довольно-таки компактного размера надувные игрушки, типа там, для ванной или для совсем мелких. Например, я даже в своем детстве помню, у знакомого был, например, надувной молоток, который при ударе еще звуки издает. Вот так же существуют, причем от того же Intex и еще от каких-то ноу-ноемов просто надувные игрушки там в виде животных. Та же, например, черная косатка, кстати, я такую на помойке находил, но она оказалась драной и она была выброшена обратно. Короче, она развалилась или от старости, или от издевательств над ней. И маленькие надувашки для маленьких, а большие надувашки для больших. В общем, я думаю, вы поняли, врачу я. Я, если что, не в плохом смысле, а в том плане, что, как я уже в начале видео сказал, иногда хочется большую зверюгу и чтобы она была не одна, а когда она не одна, хранить-то их как-то надо, а вот с этим все довольно-таки удобно, хотя многим может показаться, я не буду их осуждать, что это уродец, что он некрасивый и все такое, потому что кое-кто у меня в ТГ-канале вообще назвал его червем, хотя какой это червь, если это динозавр, который, кстати, похож на икеевского, тот, который такого же телосложения, динозавры уже типа разные бывают, я в них не шарю, ну вот, короче, тот самый икеевский, у которого большое тельце, тонкая шея и маленькая голова, травоядные или что-то типа того, вот этот подобие того, а еще вот такую вот надувашку, но только оригинальную почему-то, а не только оригинальную, кстати, вот это тоже бывает, находится, короче, кто-то их драконами называет, и по запросу дракон вот эти вот иногда попадаются на Али, и в принципе бывают игрушки, помесь, вот такого вот такого телосложения динозавра с драконом, то есть вроде динозавра, но ему прилепили крылья и шипы, все, стал драконом, значит, так что они друг от друга не сильно далеко ушли, одни просто были очень давно, а другие как бы может вымышленные, может нет, кто его теперь узнает, в общем, все вроде сказал, ну, кроме того, что самое главное, что эта штука с Алиэкспресса, то есть он абсолютно новый, и самое это главное, он целый, без брака, без механических повреждений, хотя приехал просто в пакете, в своем пакете, и сверху упаковочный серый пакет, к нему в комплекте даже прозрачная заплатка идет, то есть подделка подделкой, но тем не менее подошли правильно, и кстати еще даже на пакете, который куда-то улетел, а никуда он не улетал, вот он, даже вот на пакете есть какая-то маркировка, что это есть, правда цвет указан как красный, дальтоники что ли, какой красный, когда розовый, в таком вот он пакете приехал, и ценник, большие надувашки, с которыми фури развлекаются, причем кто как по-разному, стоят от 20 тысяч или от 100 евро, если там до вполне себе и 700 евро, и больше, и на Алиэкспрессе, например, если в рублях там попадаются и по 100, и по 70 тысяч, и по 100, и по 150, и по 200, а вот эта вот штучка предназначенная для детей, ну, а если для взрослых, то только максимум на ней какое-то время тихонечко посидеть, не дышая, не шевеляясь, либо использовать ее как обнимашку, либо использовать ее как подушку, поясничный подпор, короче, вот эта зверюга стоила, мне она стоила 1200 рублей, то ли у меня там купон был, то ли что, вообще ценник 1600, но у меня почему-то списалось при покупке 400, на 400 дешевле получилось, что не может, естественно, не радовать, потому что за оригинального желтого динозавра от Intex, те, у кого он остался, либо перекупщики, либо любители, которым надоело, просят, ну вот один просил 3000, а других я что-то и не припомню, если на eBay поискать, там вообще охуеть можно с ценников, там может и 20 тысяч быть, а вот новый, розовый, 1200, ну как я мог его не купить, он в сдутом виде место занимает меньше вот этого беззубика, раза в два, просто вот его пакет, в который он пришел, чтобы вы понимали, и это лучше, чем фольгированные шары, которые умеют только под потолком висеть, если кому-то это видео по какой-то непонятной причине было даже интересно и понравилось, или хотя бы что-то одно из этого, пишите лайк, ставьте комментарий, или наоборот, и всем удачи, и если у кого-то есть такой желтый, кстати, не откажусь,